Что происходит с ногами при варикозном расширении вен? Какие народные рецепты помогут ногам обрести привлекательный вид? Смотрите видео до конца и узнаете прекрасные натуральные средства, возвращающие ногам красоту и устраняющие боли. Варикозное расширение вен с локализацией на нижних конечностях – довольно широко распространенное заболевание. Около 60% взрослых людей страдают этим недугом. Какие факторы риска болезни? Склонность к развитию варикоза часто передается генетически, то есть имеется наследственная предрасположенность к слабости клапанного аппарата вен и к источению стенок сосудов. Другими предрасполагающими моментами являются пол – женщины болеют гораздо чаще, возраст старше 45 лет, хотя может развиваться и значительно раньше. Повышение массы тела, ожирение, при котором возрастает нагрузка на ноги. Наличие трудовой деятельности связано с пребыванием на ногах. У женщин беременность и роды. У мужчин – спортивные травмы нижних конечностей. Как выглядят ноги с варикозом? В зависимости от того, насколько далеко зашел процесс, на ногах появляются на ранних стадиях сосудистые звездочки и тонкая капиллярная сеть расширенных сосудов. При прогрессировании заболевания подкожие видные извитые расширенные вены, появляются по ходу их шишки и узлы. В запущенных случаях изменяется цвет кожи, возникают высыпания, образуются трофические язвы. Больные жалуются на боли в ногах, ощущение распирания, тяжести в нижних конечностях, появление отеков. Перед тем, как продолжить видео, хотим напомнить вам, что вы можете подписаться на канал, и мы всегда будем напоминать о наших новых выпусках. Как можно помочь? Для того, чтобы облегчить симптомы, уменьшить местные проявления, которые чаще всего беспокоят представительность прекрасного пола, можно попробовать следующие средства. Отзывы на них только положительные. Настойка из мускатного ореха, только нужен сам орех, а не порошок из него. Мускатный орех надо натереть на самой мелкой терке, измельченных орехов 200 граммов на литр водки. Водку лучше покупать хорошего качества. Залитый водкой мускатный орех надо поставить настаиваться в темное место на 14 дней. Ежедневно сосуд следует встряхивать. Через 2 недели процедить. Принимать 12 месяцев по 20 капель 3 раза в день, разводя небольшим количеством воды. Настойка облегчит состояние, повысит тонус сосудистых стенок, уменьшит видимые изменения подкожных вен. Настойка из луковой шелухи поможет улучшить внешний вид пораженных болезнью голеней. Приготовить надо из 2 столовых ложек измельченной предварительно промытой и высушенной шелухи от репчатого лука, залитой половиной стакана водки. Настаивать следует 7 дней, потом процедить, принимать 3 раза в день по 20 капель перед приемом пищи, применять курсами по 10 дней через месяц. Настой, опять же, из луковой шелухи, 2 столовые ложки подготовленной шелухи залить двумя стаканами кипятка, дать настояться в течение 6 часов, процедить и принимать по 50 мл перед завтраком, обедом и ужином в течение 10 дней, через неделю повторить. Отвар из луковой шелухи на молоке применяется в виде средства местного воздействия. 4 большие ложки шелухи проварить в течение 10 минут на слабом огне в 2 литрах молока. После того, как остынет, процедить, втирать массирующими движениями в кожу голени и на ночь, после пробуждения смывать. Курс лечения 10 дней, повторить через 30 дней. Эти народные рецепты лучше всего помогают на ранних стадиях болезни, но они окажут положительные эффекты при более выраженных изменениях. Они спасут от интенсивных болевых ощущений и приостановят прогрессирование процесса. К пляжному сезону ноги станут выглядеть значительно лучше. Стоит попробовать. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!